Экспозиционных площадок в Бресте много, но выставочный зал по улице Советского можно назвать основной. Девять месяцев назад он закрылся на капитальный ремонт, и ценители настоящего искусства с нетерпением ждали его открытия. Первым автором, чьи работы украсили комнаты обновленного зала, стал берестейский художник Михаил Коньков. В основу его картин легло философское стихотворение Иосифа Бродского «Проплывают облака, проплывают», подарившее вернисажу и свое название. Когда человек попадает в выставочный зал, в выставочную галерею, он проходит равнодушно. Если ему не нравится, а ему не может нравиться, искусство же не конфетка, это свободное творчество каждого человека. Это излюбление, как у Василия Аксенова, таинственная страсть. Понимаете, это возможность творить. Это такая страсть, которую невозможно объяснить. И так же и у Бродского. Это стихотворение, на мой взгляд, является концептуальным в вопросах понимания того мироощущения, который необходим нам сегодня. Над проектом Михаил Коньков трудился около двух лет, которые можно назвать переломными в судьбе мастера. За это время художнику и его семье пришлось многое пережить. Почти год Михаил Коньков не писал, виной тому стала болезнь. На трудности позади художник вновь вернулся к творчеству и радует ценителей живописи своими картинами. Я же не делаю иллюстрации к этому стихотворению. Я конкретно о чувствах, об эмоциях, о таком таинственном, что ли, что есть в поэзии и в искусстве так же. Потому что многие работы могут быть незавершенными, многие где-то поспешными, но тем не менее, они уже результат моего труда. Сегодняшнее мероприятие для нас очень много значит, потому что папа, мы знаем, через что он прошел и как долго к этому шел, что пережила наша семья в связи с его болезнью и как долго он не писал. То есть мы думали, что уже как бы все близится, конечно, к концу. Но, конечно, рождение внука его вдохновило. И он, как говорится, воспрял духом, выкарабкался из-за всей своей болезни и начал творить. И всю свою болезнь, все переживания он, как говорится, передал в свои картины. Оставил это все. Открытие вернисажа символически совпало с днем рождения художника. Михаила Конькова пришли поздравить друзья, родственники и преданные поклонники. Они рады, что мастер вновь вернулся к любимой работе, пройдя через все испытания и оставив невзгоды позади. Пришел бачить, повиншовать маэстро с днем народжения. Его выстава, это юбилейная тем больше, тем больше открытие под его кураторством такого выставочного зала. Это такая импреза достойная не только там верости, а в уголе краю нашего. Мы давно ждали это событие. Мы, в первую очередь, работники культуры, работники областного общественного культурного центра. Мы очень давно ждали это событие. Мы очень рады, что оно наконец у нас случилось, что оно произошло. Потому что я давно, все мы давно знаем и знакомы с творчеством нашего Михаила Корниловича. Мы очень любим его работы. Это действительно уникальный человек со своим миром, со своим видением. Картины, ну, они не оставляют равнодушными никого. Экспозиция работ проекта Михаила Конькова «Проплывают, облака проплывают» стала отличным началом работы обновленного зала на Советской и задала высокую планку на будущее. Картины берестейского художника будут выставлены на площадке до конца октября. А потому у брещан и гостей нашего города еще есть возможность насладиться творчеством и глубиной самовыражения автора на полотне.